44-дневная война, а впоследствии и другие успешные военные операции Азербайджанской армии привели к полному освобождению и возвращению под контроль Азербайджана всех его территорий. Сегодня ведется целенаправленная работа для возрождения и восстановления освобожденных от оккупации земель. Параллельно с этим предпринимаются и меры по скорейшей реализации программы «Великое возвращение». За годы своего правления президент Алихам Гейдарович Алиев достиг выдающихся успехов. Самое главное – это полная победа в Карабахском конфликте. Вооруженным путем и путем дипломатии была достигнута полная победа в войне с Арменией. И вся территория Карабаха освобождена, и Карабах полностью стал азербайджанским и будет теперь развиваться. Это выдающееся достижение, которое служит ориентиром для очень многих лидеров во всех странах мира. Он показал всем, как нужно добиваться победы. По словам российского политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, Азербайджан полностью разрешил карабахскую проблему и одержал полную военную победу в условиях кризиса международных институтов. Находясь в конфликте с Арменией, Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал значимость армейского строительства для Азербайджана. За последние годы большинство воинских частей и военных баз были фактически заново перестроены. Улучшенные условия службы солдат и офицеров позволили повысить их боеспособность, а также выполнить любую поставленную перед ними задачу. Чтобы победить, была создана мощная современная армия, которая, без сомнения, стала самой сильной на Южном Кавказе. А в Кавказе основы для армии была создана мощная экономика. И очень важно, что было сделано Ильхамом Алиевым, и то, что мне удалось сделать во многих других странах. Нефтегазовые ресурсы, они поставлены на службу Азербайджану. Сегодня азербайджанская армия входит в число мощных армий с точки зрения технического оснащения. Ее бронетехника отвечает самым высоким стандартам. За последние годы была модернизирована и система противовоздушной обороны. Оснащение азербайджанской армии современным оружием, боеприпасами и техникой будет продолжаться и впредь.